МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служная, но контролируемая. Так характеризует обстановку медики республики. За сутки выявлено 119 случаев заражения COVID-19. 284 человека выздоровели, 10 летальных случаев. Пациенты, которые лечатся амбулаторно, начали получать бесплатные лекарства. Первые партии лекарств на сумму более 8 миллионов рублей уже поступили во все поликлиники республики. Специальные препараты по списку, который утвержден в соответствии с самыми современными требованиями по лечению этой новой коронавирусной инфекции. Это сегмент противовирусных препаратов, антибактериальных препаратов, препаратов, которые контролируют свертывающие свойства крови. Все эти препараты у нас есть в наличии. Пациентам не нужно будет идти в аптеку с рецептом. Они будут получать лекарства при первом же обращении за медицинской помощью. Если больной вызывает врача на дом, то после осмотра и подтвержденного диагноза оформляется электронный рецепт. Медработники или волонтеры доставят необходимые лекарства пациенту домой. До этого эти препараты было тяжело достать. Их не было в аптеке, и они стоили очень дорого. А сейчас, когда я им начала назначать эти препараты, я уверена, что эти препараты пациенты будут получать, и они быстрее вылечатся. На обеспечение больных коронавирусом бесплатными препаратами выделено почти 46 миллионов рублей. Это поможет вылечить почти 6 тысяч пациентов. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Спортсмены, представляющие параллельно Чувашию и другие регионы, не смогут получать стипендию главы республики. Такое решение было принято сегодня на очередном заседании Кабинета министров. Члены правительства поддержали проект постановления о выплате стипендий главы Чувашии спортсменам республики, членам спортивных сборных команд Российской Федерации. Они вводятся с 1 января 2021 года и будут назначаться ежегодно. Претендентами на получение стипендий не могут быть спортсмены, выступающие одновременно за Чувашскую республику и иной регион. Кроме того, предложено внести изменения в госпрограмму комплексное развитие сельских территорий Чувашской республики. Теперь муниципалитеты смогут получать субсидии на развитие социально-культурной сферы, а также общественных территорий. Документ позволит оперативно готовить проектно-сметную документацию и реализовывать важные проекты для большего комфорта людей, проживающих в сельской местности. Накопительная часть пенсии должна приносить доход. Жители республики сами определяют, какой страховщик будет инвестировать их средства. В этом году заявление в пенсионный фонд надо подать не позднее 1 декабря. Касается это граждан 1967 года рождения и моложе. Страхователями могут быть Пенсионный фонд России или любой негосударственный пенсионный фонд. В этом году заявления принимаются по новым правилам. Если раньше решение о смене страховщика по формированию накопительной пенсии можно было принять до конца года, то теперь не позднее 1 декабря. Прежде всего, все мы понимаем, средства пенсионных накоплений, они инвестируются. Когда они инвестируются за короткий период, инвестиционный доход не гарантируется. Обязательно после подачи последнего заявления должны пройти 5 лет. Если человек подаст заявление на смену страховщика чаще, чем 5 лет, в таком случае инвестиционный доход не гарантируется. Подать заявление о смене страховщика можно на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России. Екатерина Шиверова, Юрий Марков, Республика. Инвестиционный агропроект компании «Сычуанчувашия» по-прежнему вызывает много вопросов. Еще в 2018 году китайцы начали осваивать земли в Порецком районе, но последние два года активность заметно снизилась. Подход иностранных инвесторов к делу вызывает недоумение у местных специалистов. Начало было обнадеживающим. Порецкая администрация оперативно провела раздел земельного участка и определила место для строительства животноводческого комплекса. Выделенную территорию китайская сторона быстро очистила от деревьев и кустарников и сразу же засеяла. В районе радовались, в оборот вводятся залежные земли, появляются новые рабочие места, в местном бюджете дополнительные налоги. Но дальше этого не пошло. Выращенное зерно уходило неизвестно куда, его не оставляли на хранение в районе. Если предположить, что на корма, то кому? Животноводческий комплекс ведь так и не был построен. В 2019 году практически мы почувствовали, что работы по реализации проекта начинают медленно тормозить начали. Потом узнаем мы не от китайской страны, а уже со стороны республики, что начинаются работы по строительству комплекса на территории Шумерлинского района. Для нас это было полной неожиданностью. С той поры все застопорилось, земли засеиваются, но непонятно для каких целей. Да и сами работы ведутся с нарушением всех агротехнических сроков. Говорили о том, что у нас зона неустойчивого земледелия, что нужно воспользоваться тем, чтобы как можно раньше приступить к производству севы, допустим, культур. Они, когда у нас хозяйство закончили сев, они только начинали объявлять процедуры по поиску подрядчиков на проведение данного вида работ. Когда мы уже заканчивали уборку, они приступали только к уборке. Говорю, почему вы поздно начинаете работать, земля уже высохла. В июне, как обычно у нас бывает, почвенная засуха. У нас руководство вот так вот распорядилось вот в это время проводить торги, вот в это время проводить там аукционы по поиску подрядчиков. Неделю назад они закончили эти работы, и вот ни один бы уважающий себя крестьянин не стал заниматься вот тем, чем они занимались. На строительство агропарка нет проектно-сметной документации по этапного плана его реализации. Кроме того, китайская сторона не заплатила местным подрядчикам за уже выполненные работы. Идут судебные разбирательства. Взятые на время паузы позволят прояснить непонятные моменты в проекте. Окончательное решение будет приниматься с учетом интересов всех жителей республики. Об этом неоднократно говорил глава Чувашии Олег Николаев. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Юрий Марков. Республика. Подходит к концу работа по уточнению границ между Татарстаном и Чувашией. Это необходимо для внесения данных в Единый государственный реестр недвижимости. Описание и установление смежной границы между соседними республиками в последний раз проходило несколько десятилетий назад. Новые технологии позволяют точнее определить принадлежность земель. Этим и занялись представители профильных ведомств Чувашия и Татарстана. Было проведено несколько встреч. В основном, вся необходимая землеустроительная документация готова. На сегодняшний момент эта работа практически завершена. То есть на стадии завершения. А вся работа будет закончена уже в 2021 году. То есть постановка на кадастровый учет, утверждение согласования землеустроительной документации и подписание соглашения между клавами будет проведена в 2021 году. Минстрой Чувашии выдал положительное заключение объекту долевого строительства «Дом для друзей», которое возводит строительная компания «Снег». Проверка подтвердила соответствие требованиям проектной документации, в том числе энергетическую эффективность дома и наличие приборов учета энергоресурсов. Напомним, застройщик начал возведение этого дома еще в 2015-м. В феврале этого года объект попал в перечень проблемных. Своё жилье здесь ждут более 140 дольщиков. Сейчас застройщик должен получить в администрации Новочебоксарска разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Один из самых популярных маршрутов Чебоксара-Новочебоксарск еще и самый проблемный – там постоянно не хватает машин, хотя работают несколько перевозчиков. Специалисты видят решение вопроса в смене класса транспорта с малого на средний. Новые перевозчики нужны на регулярной пассажирской перевозке по межмуниципальным маршрутам номер 101С, номер 220, 234, 270 по направлению Чебоксары-Новочебоксарск. Причем, согласно новым требованиям, все автобусы должны быть среднего класса. В следующем году на указанных маршрутах должны курсировать 62 машины. Еще остаются три маршрута – это 101-й простой, 226-й и 331-й. Эти маршруты уже были проведены конкурсные процедуры, и до окончания своих свидетельств они также будут обязаны заменить свой подружной состав с малого класса на средний. До 21 декабря будут собраны заявки, после этого будут подведены итоги, и в течение 90 дней победители уже выйдут на отчисления перевозок. Межведомственная комиссия при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства провела сегодня рейд на дорогах республики. Повод – нелегальные такси, которые работают в обход законодательства. Поездка на нелегальном такси всегда непредсказуема. Не знаешь, что за шофер, что за машина, насколько безопасно передвигаться на ней по городу. Не говоря уж о нынешней ситуации, когда риск заразиться коронавирусной инфекцией особенно велик. Лицензированные такси обязательно проводят дезинфекцию салонов машин. Межведомственная группа тщательно проверяет транспорт в поисках нарушителей. У нас есть Минтранс, уполномоченный орган, дает разрешение на право этого вида деятельности. Данный вид деятельности могут отчислять или индивидуальный предприниматель, или юридические лица. А, соответственно, эти лица, они не являются ни предпринимателями, ни сотрудниками юридических лиц. За месяц работы в ходе подобных рейдов было задержано 10 нелегально работающих таксистов. На два автомобиля наложен арест. Машины находятся на спецстоянке до суда. Минтранс Чувашии контролирует перевозки пассажиров, чтобы они были безопасными и комфортными. Ульяна Питакова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. Всероссийский фестиваль молодых исполнителей-гармонистов открыл имя еще одного талантливого музыканта из Чувашии. Студент Чебоксарского музыкального училища Павел Парфенов завоевал гран-при фестиваля. Переливы гармонии берут за душу даже те, кто далек от музыки. Павлу Парфенову всего 19 лет. 11 из них он неразлучен с инструментом. Частота звучания, особая напевность покорила его еще в детстве. Сегодня Павел студент музыкального училища и с удовольствием участвует в различных творческих состязаниях. Конкурс прошел в Туле, считающейся родиной гармонии. Конкурс проходил в очном режиме, но я попросил в оргкомитет, чтобы нас прослушали заочно. И для этого отправили записи этих двух произведений. Участвовало порядка 60 участников из разных регионов России. Жюри согласилось нас прослушать. И, в общем-то, получилось так, что Паша завоевал высокое звание гран-при. Для Павла это далеко не первая победа. Народные мелодии, классические произведения, современная музыка. Ему подвластно многое. Когда я играю в некое произведение, я от него получаю определенный кайф. Я полностью проникаюсь в музыку, полностью проникаюсь в всякие... Я в образы, я представляю, что это, как это. Большое спасибо хочу сказать своим родителям, которые давали мне возможность выступать на всяких конкурсах. Помогали финансово, помогали морально. В этом году Павел Парфенов заканчивает учебу в училище, но планирует получить высшее образование и стать профессиональным артистом. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Это были главные новости среды 25 ноября. А я с вами прощаюсь. До завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА